организме для того, чтобы реально быстро выгнать всю задержанную воду, какие ошибки вы допускаете в обычной вашей жизни, из-за чего тело держит жидкость, сейчас вам расскажу все от и до, оставайтесь со мной в течение всего ролика, ребята, меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий диетолог, уже очень много лет с вами работаем вживую в этих прямых эфирах, и вся эта информация к вам приходит из нашего уникальнейшего курса, который имеет лицензию Минздравоческой Республики, в котором уже более 8500 выпускников, которым мы помогли улучшить здоровье, и все эти знания работают на практике проверенные, на практике закрепленные, которые меняют жизни, поэтому внимательно, пожалуйста, подписывайтесь, ребята, и запоминайте полностью все, что будет сегодня сказано, так как это может вам, ну, без увеличения, преувеличения и преумножения спасти жизнь, потому что если вы с отеками и задержанной жидкостью, вы в группе риска инсультов, у вас может гипертензия просто в какой-то момент вызвать инсульт, и все, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте сегодня особенно придирчивы к деталям, запоминайте все-все-все советы, которыми я с вами буду делиться, и они будут работать на ваше здоровье, на вашу пользу, на вашу долголетие. Итак, давайте для начала. Что такое задержка воды или жидкости? Вы часто слышите, часто видите, знаете, там всякие разные истории, когда задерживается на лице, или когда задерживается жидкость там у нас в ногах, например, или в руках, или еще какие-то проблемные зоны. Значит, суммарно отеки, если мы отеки, да, загуглим или посмотрим, да, от чего может быть отеки? Вот если мы классически откроем обычную статью, как вот большая часть людей, которые смотрят на эти цифры. Значит, отеки, возникающие в средстве задержки жидкости, которая приходит из-за повышенного давления в капиллярах, снижается бла-бла-бла, белка крови, и тут ничего непонятно. Что помогает вывести отеки, например, да? Значит, пейте чистую воду, ограничите потребление соли, увеличите потребление продуктов, которые богаты полезными, значит, жиром, как это бредятина. Ну, значит, чегу не хватает в организме, да, и недостаток натрия, то есть вот тут одна статья говорит, у вас слишком много натрия из-за этого отеки, другая статья говорит, у вас слишком мало натрия из-за этого отеки. Ребята, очень много непонятной конфликтующей друг с другом информации, то есть я вот, когда готовлю для вас ролики, я еще пересматриваю разных ютюберов, что они говорят на этот предмет, я пересматриваю разные статьи, что они предмет на этот говорят, Я поднимаю разного рода, значит, медицинскую литературу, когда я готовлюсь к вашим роликам, к этим, да, в прямых эфирах. И вот я вижу, насколько у людей в основном или конфликтующая, или стандартная такая история. У вас отеки, ешьте-мешьте соли, да, но у вас отеки, вам нужно взять диуретик, у вас отеки, вам нужно взять мочегонные травы. Ну, вот это вот стандартная, заезженная такая вот сказка бабушки Арины. Смотрите, какая штука, ребята. История с отеками начинается в первую очередь с одной очень важной инструкции. Я вам сейчас ее покажу, вы ничего не поймете, что вообще происходит в этом смысле. Но это называется potassium sodium pump, или, если переводить, это называется, значит, натриево-калиевый насос в вашем организме. И здесь очень важно, схема работы натрия-калиевого насоса, молекула ТФ, значит, тратится на перенос ионов натрия и ионов калия внутрь клетки. Значит, натрий-калиевый насос непрерывно работает во всех клетках животных и людей. До 40% энергии молекула ТФ в нашем теле идет на его поддержание. То есть, когда мы видим и когда мы диагностируем нарушение натриево-калиевого насоса, то есть это звучит насос, вы себе ничего не представляете, вы вот смотрите, грубо говоря, да, мембрана вашей клетки. И у вас, смотрите, позитивно заряженные натриевые частицы, которые находятся вне клетки, и калиевые элементы, которые находятся внутри клетки. И ваша жидкость, да, находится с той или с другой стороны в зависимости от потребления и потребности электрического тока и стимуляции и прочих других моментов. То есть, когда у вас, да, надутый мячик, да, представьте себе, надутый мячик, задача ваша какая? Вы хотите поиграть в футбол, в баскетбол, в волейбол или какую-то игру с надутым мячиком, да, представляем себя. Надутый мячик, почему он прыгает? Потому что давление внутри этого мяча выше, чем атмосферное давление, да, и он отпрыгивает от поверхности, он накачан, он твердый, но при этом имеет какую-то эластичность. И вот фишка какая? Если вы берете резиновый этот кожаный какой-то мяч, надули, бросили о пол, он подпрыгнул, да, вложили в него все, он подпрыгнул. Он накачан, у него там давление 2 атмосферы, например, или 2,5. И у вас, получается, разница между давлением создает вот эту упругость этого мяча, и он прыгает, он делает ту функцию, которая вам нужна. Вот у вас в организме разница между натриевым и калиевым, то есть это 2 электролита для начала, да, 2 простейших минерала для начала, которых должно быть в вашем организме достаточно, они должны быть на местах, дает возможность выполнять вот как вы накачали ваш мяч, да, насосом, он у вас прыгает, вы можете играть в футбол. У вас есть достаточно натрия и калия, и у вас правильный баланс внутри и снаружи клетки, и вы можете электропроводимость организовать в организме, и вы можете иметь достаточно правильный электролитный баланс, благодаря которому тело может вырабатывать электрический ток. У вас же все на электрическом токе работаете, понимаете? Вот я сейчас с вами разговариваю, да, электрический ток, который мой мозг посылает сигнал, вы говорите или иные слова, берете ладошку, сжимаете в кулак, электрический ток, да, дает сигнал, сигнал по мышцам идет, и мы дальше сжимаем, и мускулы управляются электрическим током сокращением. Все это по итогу, да, превращает вас в электропроводник, и вот этот электропроводник на самом его базовом уровне, когда имеет дисбаланс натрия и калия, будет некорректно работать, и в основном это межклеточная жидкость в виде натрия насыщенной, да, вот с ней в основном проблемы. Эта межклеточная жидкость, она должна иметь достаточное количество электролита натрия, значит, а внутриклеточная жидкость должна иметь достаточное количество электролита калия, когда какого-то из них не хватает, для какого-то из них в дисбалансе, ваше тело будет задерживать жидкость, потому что для тела вашего жидкость это источник минералов, понимаете, какая штука? Вот это очень важно. Жидкость это источник минералов. Для тела нужны минералы. И когда у нас нет минералов, тело хватает любую жидкость, которая попадает вовнутрь, и будет держать ее с целью получить минералы. А там ни хрена нет, простите, пожалуйста, из того, что вы пьете, потому что вы пьете на скафе растворимый, со сливками сухими и сахаром, помойку какую-то. И, естественно, у вас, да, эта вся ситуация будет усугубляться. Дальше на этом фоне мы с вами берем что? Диуретические травы какие-то, да, мочегонные. Мы начинаем, типа, о боже, у меня на пляж через три дня, у меня заседание там какое-нибудь ваших там коллег, что подумают, я там отекшая как бомжиха, да, вот такая вот фраза часто случится у девушек. Или там еще какая-то тема, я не вложу в штаны, в брюки, в костюм, или в свадебное платье, или в купальник какой-то. И вы хватаете эти электролиты. Ну или вам самому мерзко, да, от того, что вы весите на 5 кило больше, чем вы должны, и вы начинаете хватать электро... Господи, эти мочегонные истории, которые еще ухудшают эту тему, потому что вы будете бегать, писаться, а когда вы писаетесь, у вас, естественно, потеря этих электролитов усиливается, и дисбаланс натрия, калия, вот этого вот, да, электролитного обмена еще ухудшается. И вот вам, вуаля, пожалуйста, пример, когда еще хуже, и ты в диуретиках, и у тебя вроде слилось, а на следующий день снова такая же история. Все, что ты пьешь, задерживается в тебе. И только нажав на это все мероприятие, да, при помощи диуретика, ты можешь как-то слить. Короче, что делать? Делать в этом случае нужно следующую историю, да, вот это вот содиево-натриево-потасиум, да, вот этот вот натриево-калиевый насос должен на вас работать корректно. Ну и для чего? Мы с вами разбираемся с этими электролитами. Ну, вы просто не получаете достаточно электролитов, ребят. Смотрите, какая штука. Для того, чтобы получить, значит, нормальный объем, значит, калия, который вам нужен из пищи, вам нужно сожрать 15-16 бананов в день, или 2 килограмма зелени, или там 750 грамм орехов. Ну, это бред, вы не съедите никогда в жизни, чтобы получить достаточное количество калия. Поэтому калий вы берете из добавки в порошке, не в таблетках, а в капсулах. Видите, здесь у меня таблетки, смотрите, по 99 миллиграмм, что является, опять же, коммерческой помойкой. 99 миллиграмм не брать никогда. Вы берете калий в порошке, и вы берете его там в форме цитрата, но суть в том, что он в порошке должен быть все равно, какой производитель. И вы берете его полную чайную ложку с горой, каждый день с едой, для того, чтобы получить его достаток. Потребность его в день 4,5 грамма. Вот, пожалуйста, вам пакет этого калия. Значит, здесь предлагают купить полкило. Пожалуйста, элементарно, просто 3 копейки стоит. И вы его каждый день с едой потребляете по чайной ложке во время пищи. На пустой желудок не берите, потому что на нем будет тошнить. И натрий вы потребляете, и так вы всолите, в идеале гималайское соль вы всолите. Потребность в натрии, в соли 1,5 грамма, а калий 4,5 грамма. Калий хрен достанешь. Из пищи вы не едите 15 бананов в день, вы не едите 2 килограмма зелени, вы не едите почти килограмм орехов. Вы едите нормально мясо с салатиком, но вы не получаете достаточно калия, из-за чего дисбаланс. Вуаля. Но если ты еще много потеешь, и ты еще много пьешь воды плоской, да, с невыраженным минеральным профилем, то у тебя еще больше потерь этих минералов, особенно, когда жарко, или там баня регулярно, или вы тренируетесь регулярно, вы тратите с потом кучу электролитов. И вот эту кучу электролитов вы вообще никак не восполняете, понимаете? Это ухудшается, этот баланс электролитный в организме. И вот у нас с вами, да, задержка. И дальше, суммарно это вот дальше идет. Гипонотренемия, задержка жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия. Значит, до критической отметки падает, и, значит, это очень опасно отеками и прочей другой истории. Простое решение этой проблемы. Калий с едой каждый день полную чайную ложку. Все солите нормально гимонайской солью, не переизбыток, чтобы было суперсолено. И вы можете добавить еще третий электролит, который вам поможет. Это ваш магний. Магний в любой форме, потому что у вас магний, один из лучших инструментов для получения магния, это тыквенные семечки. Вы можете брать их регулярно, без проблем. Ну, лучше всего магний взять в таблетках, там какой-нибудь, все равно, какой производитель, по грамму магния вы берете просто каждый день, чтобы у вас был баланс. Смотрите, натрий, калий, магний. Самый граммный калий. Калия нет, нет баланса этой содиево, натриево-калиевого насоса этого. И у вас задержка, и у вас, помимо всего прочего, это еще чревато сердечным приступом, потому что каждая клетка, ребята, нуждается в балансе этого калия. Калия. Если у вас калия нет, тогда у вас каждая клетка, включая клетки вашего мозга и включая клетки вашего сердца, что в особенности важно и опасно, будут работать некорректно. А когда у тебя, например, работают электропроводимые клетки мышечные некорректно, ну, хорошо, у вас там какие-то судороги, хорошо, у вас там какие-то там, да, тремор какой-то, ну, не смертельно. А вот когда у вас сердечной мышцы не хватает калия, Это чревато сердечными приступами, как минимум, у большинства людей, они, кстати, сами даже этого не знают, только при кардиограмме этого является, у них регулярные нарушения ритма, так называемая сердечная ритмия, которая, запускаюсь, может привести к сердечному приступу, что прекрасно, добрый вечер, понимаете, из-за дисбаланса натрия, калия и магния. В основном калия. Берите, ради всего, святого калия из порошка, и вы можете брать его из такой добавки, она называется потасиум цитрат, это на английском, значит, потасиум цитрат, паудер, порошок, в разных форматах, разные производители, или также эта добавка называется cream, значит, cream of tartar, или на русском мы переводим его как винный камень. Винный камень, это добавка, которая используется как разрыхлитель, чистый винный камень является чистым источником калия цитрата, винный камень продается для разрыхления теста, что самое смешное, чистый без добавок, и вы можете его использовать, то же самое, что калий цитрат, чайную полную ложку с горкой, каждый день оставьте дней на 90, не на голодный желудок, и вот вам будет счастье. Это первая история с вашими задержками жидкости, которая приходится полностью виной на дисбаланс электролитов и на несбалансированную вашу диету, ну а блин, простите, пожалуйста, ребята, ну как может быть сбалансированная диета, если вам нужно еще раз 15 бананов в день съесть, чтобы получить эти долбаные 4 грамма калия? Ну это невозможно, это маразм, естественно, вы же не обезьяна есть эти бананы в таком объеме, нет, и вы не коза, чтобы есть такое количество овощей там по 2 килограмма в день, это тоже невозможно, поэтому калий берите дополнительно, если у вас есть, слава богу, такая уникальная возможность, как пить воду с калием, то, ну хорошо вам повезло. Значит, потасиум-рич-оттер, если мы с вами напишем, такое бывает крайне редко, значит, производители, значит, иногда, да, есть натуральная вода, которую вы можете найти, купить и пить ее, и у нее там будет аж в литре по 200-300 калия. Ну честно, это фактически, ну вот я вам покажу мою воду, Винцентка, 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 Мега вообще вода, значит, которая чешская наша, господи, недалеко от моего дома этот источник, вот она разливается, эта вода просто потрясающая, в ней натрия много, магния много, калия относительно много, в стекле продается, только в стекле, по 0,75 бутылки, и вы однозначно можете, как бы, ее там заказать онлайн, вы можете ее там приобрести, вот в таких вот упаковках по, ну видите, идет 0,7 литра, 6 бутылок, и они прям так звенят прикольно, значит, вот это вот очень крутая штука, ребята, если вы ее сможете найти и купить, и вообще прям, да, регулярно ее пить, просто цены вам не будет. Также у них на сайте продается здесь, вот смотрите, такие капли для промывания носа и горла, прикольная штука, если, опять же, есть возможность, заказывайте смело, мы используем их продукты регулярно, опять же, не реклама, но фишка в том, что здесь нереально крутой состав, и вот если ты смотришь на состав, в одном литре 150 миллиграмм натрия, то есть это как бы больше, потому что в основном вода вся, которую вы пьете, содержит в себе аж 1 или 2 миллиграмм натрия, что является абсурдом. В центре литра выпиваешь в день, да, ты получишь минимум калия, но ты хотя бы что-то получишь, то есть это, ну, крутейшая штука. Ладно, теперь смотрите, какая штука. Мы переходим с вами плавненько к очень важной части, ребята, которую вы обязательно должны знать о отеках. И эта часть, она сейчас без преувеличения приколов, пожалуйста, внимательно, она может спасти вам жизнь, потому что есть такое, да, что означает наличие сахара в моче. Смотрите, как правило, глюкоза появляется в моче при нарушении, значит, реабсорбации в почках вследствие заболевания почек. Значит, при повышении глюкозы крови в моче, значит, регуляция уровня глюкозы принимает за участие инсулин, глюкогон, бла-бла-бла, адреналин, смотри, короче. У большого количества наших пациентов и учеников, которым мы советуем сдать мочу на анализ. Мы находим сахар в моче и задержка жидкости непосредственно связана с этой историей. Задержка жидкости в организме первая часть, 50% мы назовем этой проблемой. Это вот нарушение содиум, потасиум, то есть натриево-калиево и вот этой насоса этого, внешнеклеточный, внутренний, вы поняли, вот это крайне важно. Просто элементарно решайте эту проблему, закажите себе калий, пейте этот калий, чайную ложку, будет вам счастье, будет у вас все прекрасно, этот вопрос решается вот так абсолютно. То есть не проблема, ваш рацион можно обогатить этим калием без проблем, вообще никаких здесь нет там сложностей, потому что, ну, это просто. Вы его просто купите, этот калий, вы его просто купите и начнете пить каждый день. А вот то, что сложно, это вторая часть этого уравнения отеков, потому что она связана с тем, какие решения вы принимаете на кухне. Смотрите, какая штука. Когда ты ешь в своем рационе, имеешь больше углеводов, чем нужно. Углеводов. То есть у вас есть три типа источника вашей энергии, да, из еды. Углеводы, белки и жиры. Белки и жиры не задерживают жидкость, а углеводы аж бегом задерживают жидкость. И углеводы, когда их слишком много, они не просто сами по себе задерживают жидкость, они еще стимулируют большую нагрузку на твою поджелудочную, которая должна выработать инсулин, который должен связать эту глюкозу из углеводов, которые ты потребляешь, чтобы у тебя не было высокого уровня глюкозы в крови, и отправить эту всю энергию в мышцы. Но у вас инсулиновая резистентность к этому моменту уже давным-давно развита. И эта энергия в мышцы, естественно, не доходит, она отправляется только в сало. Но у большинства людей история с поджелудочной настолько запущена, ребята, что инсулина уже не хватает связать эти углеводы и глюкозу, которая поднимается свободно от этих углеводов, и ваше тело начинает задерживать жидкость, чтобы часть сахара сбросить в мочу, как такой якорь, да, когда нужно остановиться, чтобы вы не умерли от гипергликемии, потому что у вас в 5 литрах крови 1 чайная ложка сахара. Если этот уровень поднимается, начинается диабет. Если у вас не 1 чайная ложка сахара, а вы вдумайтесь, разница между здоровым человеком и крайне больным человеком – это 2 ложки сахара. То есть у вас 1 чайная ложка сахара в 5 литрах крови, если у вас 2 чайных ложки сахара в 5 литрах крови, вы умрете от гипергликемии. И ваше тело должно всеми силами, которые у него есть, сдержать уровень глюкозы, который вы получаете в переизбытке из пищи. Большая часть из нас ест как свинка-пепа, управляясь эмоцией, а не интеллектом. И мы едим 60-70% углеводов из рациона дневного, да. И ваше поджелудочное всегда работает у ему инсулина, естественно, инсулиновая резистентность, естественно, метаболический синдром. И как побороть инсулином резистентность и метаболический синдром. У меня есть отдельный ролик, вы можете посмотреть Алексей Ворон, как побороть инсулиновую резистентность. Быстро можете посмотреть в Ютюбе. Он уже спас 220 тысяч человек, этот ролик. Так вот, смотрите, какая штука. Когда много инсулина и много глюкозы, через время поджелудочное не справляется, это много инсулина превращается в мало инсулина, или, скажем так, в недостаточно. А вы продолжаете есть, как вы ели до этого. И у вашего тела единственный формат защиты, да, такой. Сбросить в мочу сахар. И тогда мы видим, что диабет второго типа, развивающийся семимельными шагами, мы человека садим на метформин, даём ему диуретики. Но задержка жидкости, она никуда не девается. Она продолжает, да, как бы буйствовать, свирепствовать, потому что человек на диуретиках, ну, не может их пить постоянно, пару раз в неделю, в лучшем случае. И человек на метформине, ну, продолжает есть, как свинка Пепа. И у него всё равно будет задержка жидкости. И самое опасное в этом во всём мероприятии, то, что это показывает, задержка жидкости, особенно в нижних конечностях, что мы с вами двигаемся семимильными шагами в диабетическую стопу. А вот диабетическая стопа, отсюда, да, замечательнейшее такое ужасающее состояние, это тяжёлое осложнение сахарного диабета. Для него характерно язвенно-мекротическое поражение суставов и костей, разрушение глубоких тканей из-за нарушения микроциркуляции крови, значит, и, соответственно, инфекции. Состояние развивается на фоне разрушения нервных волокон и окончаний на фоне воздействия высокого инсулина и большого каллюстрации глюкозы, понимаете? И вы имеете катастрофу, я вам покажу, да, просто рисуночное, да, на рисунке разрушение ткани периферической, то есть ваши ноги начинают гнить заживо из-за высокого уровня сахара и из-за высокого уровня инсулина. И предшествующая этому, значит, история – это отеки и сброс сахара в мочу и задержка жидкости в теле, потому что каждый лишний грамм углей держит до 5 грамм воды, каждый лишний пункт инсулина держит до литра воды в жидкости в вашем теле. Вот вам, пожалуйста, показатели. Вам не диуретики нужно хлебать, а нужно рацион свой спасать, чтобы не сдохнуть просто, понимаете? Вам отнимут ногу через время или уже начинается ранняя стадия диабетической стопы, потому что это ранняя стадия – это задержка жидкости, и то, что, скорее всего, вы уже знаете, как вы ощущаете, это называется синдром беспокойных ног. Синдром беспокойных ног. Большая часть людей знает, о чем идет речь, когда их крутят, вертят ноги, когда ты ночью ложишься спать, и у тебя беспокойство, покалывание, зуд, мурашки по ногам бегают, а не менее, жжение. Все синдром беспокойных ног, который очень, очень важно правильно воспринять. Большая часть людей, что они делают, когда синдром беспокойных ног и дискомфорт? Это происходит за то, что много инсулина, он разрушает вашу периферию, и вы по итогу откажетесь как бы с вот этим некротическим поражением ткани, и вам отнимут ноги к чертовой матери. А мы, блин, с вами, знаете, что делаем? Знаете, в Чехии, да, какой сумасшедший классный протокол. Значит, ЛИАТОН 1000. О, ребята, когда заходишь в аптеку и говоришь, у меня синдром беспокойных ног. У меня синдром беспокойных ног. Что вы посоветуете? Они тебе прописывают, вот она стандартная практика, ЛИАТОН 1000 гелем, пожалуйста, помажешь, и он тебе опускает вот эту вот зуд, боль, жжение, дискомфорт. Реально классная штука в плане работы. То есть он работает, ноги прекращают болеть. А ты, да, значит, самоубийственный дурачок, продолжаешь дальше кушать так, как ты ел до этого. И, соответственно, все эти замечательнейшие, в кавычках, привычки, которые от тебя разрушают периферию и приведут к диабетической стопе, ты их маскируешь точно так же, как прописываются таблетки от кашля, и человек сохраняет привычку курить. И мы с вами не кашляем и вдвигаемся в полное поражение легких и в агрессивнейший рак. Да, без единого покашливания. Вот здесь вот с ЛИАТОНом точно такая же история. Есть более концентрированный, намажешь и вообще отнимается все к чертовой матери. Кайф, спишь, супер. Пока спишь, инсулин разрушает твои ткани, ты просыпаешься, у тебя гематомы, ты просыпаешься, у тебя там, значит, паучьи, вот эти вот венки появляются, жжение в стопе, ну нормально, все же прошло, и отлично, мы легли спать, и все супер. И вот это поразительно, насколько это работает, понимаете, какая штука. Также существуют потрясающие советы по временному, краткосрочному. Смотрите, жгут на ногу. Это вообще шок. Значит, смотрите, у вас синдром беспокойных ног, и мы знаем, к чему ведет синдром беспокойных ног, да? Ну, мы с вами только что обсудили это. Но от некоторых потрясающих специалистов, когда у тебя жжение, дискомфорт, зуд и мурашки под кровь, да, вот такое ощущение, что мы даем? Ребята, это потрясающе. Прописывается использование жгута или резинки эластичной. Значит, жгут на ногу наносится точно такой же, как жгут при травмах. Вот такой вот жгутик, да? Мы отнимаем на секундочку, да, кровоток на ногу. Нога у нас немеет замечательнейшим образом. Вот так вот перетянули. Или даже просто элементарно. У вас нет жгута, знаете, как наш участковый врач дает сумасш... просто... Потрясающие советы. У вас в федро беспокойной халат, вы не можете спать? Смотрите. Вот, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Банный халат. Сейчас, ребята, вы будете в восторге. Смотрите. Что вы видите на этом, значит, банном халате, да, который есть в каждом доме, фактически? Что вы видите на этом банном халате? Вы видите, да, там, барышня, значит, поясочек, поясочек, да? И вот этим поясочком, значит, нам рекомендуется взять, значит, нашу ногу, вот так, да, поясочек ты берешь этот замечательный, и взять нашу ножку, вот этот поясочком, и вот так вот жгутик, да, сделать, сделать, чтобы чуть-чуть уменьшить кровоток к ноге, чтобы отнялся синдром беспокойной халате, чтобы ты уснуть смогла, или смог, понимаете, какая? Потрясающий абсолютно совет. Сделаем жгутик, значит, перетянем, только не забудьте его попустить потом, да, и засыпаете, и вы не чувствуете дискомфорта. Блестящая, классная идея, супер, абсолютно. А то, чтобы не жрать кучу печенья за час до сна, как бы такая опция присутствует вообще? Или один из просто уникальнейших. У нас есть такой замечательный магазин, Маркс & Спенсер называется, ребята, в Праге, и вообще они в Европе очень распространены. Ребята, значит, смотрите, Маркс & Спенсер, ой, 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 бейкери. Значит, сейчас у меня на консультации девочка, которая обожает, она прямо прислала фотки, пекарня из Маркс & Спенсера. И здесь, и чего ж тут душой таить, у меня много лет назад точно такая же была любовь к этому, к этой пекарне. Маркс & Спенсер, это рай полуфабриката. И фишка здесь в том, что есть у них сладкие вот эти вот булочки, сладкие печеньки, вот здесь вот, 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 вот это дело. Значит, и вот она каждый вечер полируется просто, как бешеная собака. Двумя-тремя этими кексами. А еще вечером, когда заходишь, можно взять у них по скидке, вот так вот в пачках уже стоит печенье, это просто нереально. И вот она полируется этим печеньем, ложится спать, у нее синдромы спокойных ног, потому что в космосе глюкоза и инсулин, разрушают периферию, естественно. На, а лечащий врач говорит, жгутик или леотон 1000 гель. Потрясающе. Еще раз, точно такая же аналогия, но 100% связанная, да. Кашляешь кровью от того, что куришь, не нужно бросать курить. Вот тебе таблиточки от кашля, пей и не будешь кашлять. Супер вообще. Решается вопрос на ура. Размотать нужно эту всю историю в формате как бы питания, понимаете? Почему я говорю, что реально работает вот первая схема, ты просто начинаешь пить калий, да, тебе становится легче, да, как вот в начале видео мы с вами обсудили, калий, натриевая помпа, вот это, где мы просто добавляем электролит, и у тебя отсутствует задержка жидкости, потому что ты восстанавливаешь, да, этот баланс нормальный. А другая как бы история, не просто купить, да, электролит купил и в порядке, супер класс попили, а другая история, у которой у большинства людей есть, вот эта тема с сахаром, с периферией, с инсулином, с задержками, с мочой в сахаре, господи, с мочой, с сахаром. Значит, это то, что нужно перекроить всю систему питания, понимаете, как кажется, это не просто перекроить систему питания, тебе нужна дисциплина, а здесь дальше вступает, как обычно, мой замечательный слайд, вот он, понимаете, выдержи боль дисциплины, чтобы потом не чувствовать боль сожаления, и вот здесь вот это самое сложное, потому что сейчас я хочу, да, кекс из Марксен Спенсера, сейчас я хочу овсяное печенье, сейчас я хочу тарелку жареной картошки, или миску риса, или ведро макарон, или еще какую-то историю, тебе нельзя это делать, потому что у тебя высокие инсулины, у тебя уже проблема с задержкой жидкости, потому что, ну, ты как бы дошло до этого состояния, каким образом, потому что ты потребляешь больше углей, тебе нужно перекроить эту тему, это очень сложно, это очень болезненно, часто люди начинают что-то менять, их мужья, жены не поддерживают, начинают вам пальцем у виска крутить, типа, бэ, нехер тебе вот это делать, будут проблемы, пойдешь к своему врачу, он тебе поможет, к сожалению, не поможет, он как-то от симптомов, может, что-то и посоветует, но, видите, как я вам разматываю, сейчас весь этот клубок запутанный, к сожалению, ребята, не работает эта вся история, значит, будьте умничками, будьте молодцами, инвестируйте в свое здоровье, вы можете дальше отправиться,